Эй, привет у микрофона Саша, а ты залетел на канал Apple Explosion, и мы с тобой не виделись уже практически месяц, потому что я был в небольшом отпуске. Но теперь у меня полно сил и энергии, поэтому я готов для вас вещать чуть ли не 24 на 7, ставь лайк, если рад, что я вернулся. И за тот месяц, пока мы с вами не виделись, многое в мире Apple поменялось. Сеть просто переполнена слухами о том, что у Apple не получается выпустить iPhone 8 вовремя, из-за того, что у компании появились сложности с разработкой смартфона. Разумеется, что это все только слухи, но чем ближе мы к сентябрю, тем выше шанс на то, что это правда. Так с реализацией чего в iPhone 8 у Apple сейчас проблемы, давайте разберемся вместе. Бро, если ты хочешь сидеть дома на диване и при этом залипать в телефон, но зарабатывать деньги, то советую тебе скачать крутое приложение AppSend, в котором ты сможешь зарабатывать на установке бесплатных приложений на свой телефон. Здесь всегда очень много заданий, за выполнение которых тебе будут давать реальные деньги. Ну а деньги, которые заработал, ты сможешь просто вывести на WebMoney, Kiwi и так далее. Для моих нереально крутых подписчиков также есть крутой бонус, если при установке приложения вы введете код Apple, то получите халявные рубли на счет. В общем, друг, переходи по ссылке в описании и начинай зарабатывать прямо сейчас. Apple Explosion фигни не посоветует. Есть такой дядька Джон Грубер и на прошлых выходных этот известный журналист написал, что по его информации функция беспроводной зарядки для iPhone, во-первых, будет продаваться только отдельно, а во-вторых, она не будет доступна сразу после выхода устройства. Якобы поддержка технологии появится в обновлении iOS 11.1 ближе к концу года. На этой неделе источники Fast Company подтвердили, что беспроводная зарядка является главной болью для инженеров Apple. Но проблемы вызывает не аппаратное, а программное обеспечение, обычно их чуть проще решить в последнюю минуту, нежели проблемы с железом. Источники утверждают, что одной из главной функции iPhone 8 будет сканер отпечатков пальцев, который будет встроен непосредственно в экран смартфона. Однако в последнее время появляются разные слухи о том, что эта функция не будет готова в этом году. У Apple еще есть время на то, чтобы доработать технологию. Да и то, что Qualcomm и Vivo недавно показали похожую технологию, внушает определенную надежду на то, что компания все-таки успеет показать эту крутую функцию. Тем не менее, по данным Fast Company, среди ответственных сотрудников Apple начинает распространяться паника в связи с тем, что биометрическая технология не работает должным образом. Одна из самых загадочных новых функций это 3D сканер, который будет способен идентифицировать лица пользователя, строить модели лица, а также помогать делать лучшие селфи. Чтобы разблокировать iPhone 8, вам просто нужно будет поднести лицо к камере. Но теперь говорят, что технология не работает должным образом и может быть отложена или стать причиной серьезной задержки со стартом продаж iPhone 8. Проблема причем опять программная, а не аппаратная. Также проблемы есть и с поставками OLED дисплеев. Куча слухов говорит о том, что у Apple не хватает мощности на производство. И к моменту анонса iPhone 8 будет готово не более 3-4 миллионов устройств. А поверьте мне, это очень мало для успешного всемирного старта продаж. Мне кажется, что OLED это не такая уже и революционная технология. И некоторые компании годами выпускают смартфоны с OLED дисплеями. Проблемы могут заключаться именно в объемах производства iPhone. Вполне вероятно, что проблема с OLED-экранами возникла из-за того, что Apple планирует под них запихать Touch ID. Не исключено, что для создания OLED-экранов для iPhone 8 нужен особый производственный процесс. Если Apple собирается делать анонс iPhone 8 в сентябре и начинать продажи в конце месяца, то сейчас, в середине июля, производство смартфонов уже должно идти полным ходом. Поэтому обилие слухов о проблемах с практически всеми крутыми фишками iPhone 8 очень настораживает. Если у Apple действительно проблемы, которые способны отложить презентацию iPhone 8 на месяц или даже два, то это значит лишь то, что его премьера и продажи стартанут не в сентябре, а в октябре или ноябре. Однако, если глобальных проблем нет, а есть лишь производственные, и Apple просто не успевают изготовить к сентябрю достаточно много iPhone, то она поступит так, как всегда поступает в таких ситуациях. То есть начнет продажи на основных рынках, а остальных заставит ждать пару недель или месяцев. А это означает, что стоимость iPhone 8 для первых покупателей в наших странах может оказаться просто запредельной. Вот такие вот дела происходят с iPhone 8, и если ты посмотрел это видео до этого момента, значит оно тебе по-любому понравилось, и ты обязан поставить лайк, чтобы я делал больше видео. Также вот видишь, там внизу кнопочка такая подписаться, и рядом с ней колокольчик. Вот по ним тоже нажми, и у тебя будет все круто. Еще в описании ты можешь найти ссылку на Twitter, группу ВКонтакте, Instagram, и там тоже интересно. Просто перейди по ссылке, посмотри, если понравится, подпишись. И, конечно же, пиши в комментариях, что думаешь по поводу iPhone 8, мне будет интересно прочитать. Не забывай про самое крупное Apple сообщество ВКонтакте, думай иначе, и рассказывай про этот ролик всем друзьям, ведь они должны знать, каким будет iPhone 8. Всем пока!